Дрова Для кого-то это символ прошлого века, но только не для деревенских жителей. Им без дров зимой не выжить. Открываем трубу. Дома у нас на паровом отоплении. Это нагревается котел, встроенный в печку. Этот котел нагревается, вода нагревается и идет по батареям. Вот с этой трубы пошла. Вот их четыре батареи у нас там. Ну а на кухне здесь от печки тепло. Мы здесь не ставим батарею. Супруги Рябова, Виктор и Антонина живут в деревне Соколова. В доме 1946 года постройки. Туалет и душ на улице, отопление печное, вода только с колонки. Вот так вот раз выливаем. Трудностей в деревенской жизни в доме без удобств немало. Зимой замерзает колонка. Наколишь чурочки каких-нибудь, отогреешь, чтобы воды набрать. И набираем, ну не два ведра, а сразу на неделю. Как говорится, ведер 10, там у нас бочки. Ну а сложно вот без воды в доме-то вообще жить? Или привыкли уже? Привыкли, но некоторые вот провели себе водопровод. Но чтобы провести водопровод, надо делать септик. Куда-то вот взевать надо. Вместе супруги Рябовой уже 47 лет. Из них больше 40 отработали в совхозе «Лесные озера». Антонина Георгиевна – дояркой, Виктор Николаевич – трактористом, плотником и сварщиком. Воспитали двоих детей. Уже и внуки повзрослели. Со всеми проблемами всегда справляются рука об руку. По хозяйству, да. Я подумала, он у меня по хозяйству. Он и на огороде у меня, и в сарае. Все он у меня делает. Я, собственно говоря, ничего не делаю. Я так иногда выйду, пощиплю, пощиплю. Ноги болят, а так, когда помоложе было, все в руках было. А сейчас... Ну, я соленьями занимаюсь. Солю. Огурцы. Кабачки. Перец. Все овощи на соленья только с собственного огорода. Каждый день супруги Рябовой встают в полседьмого утра. Иначе все дела на участке не переделать. Помимо земельных работ, уход за живностью. А тут что у вас еще? Бурятник? Бурятник. Ооо, тут еще хозяйство. Но у вас не сушки в основном, да? Да. Я купил молоток, молоток, 10 штук. Ну, каждый год менять. Не каждый, раз в три года менять. А сейчас вот морковь надо будет убрать, свеклу повыдергать. Убрать святые, срезать все. Крещеную ботву. На зиму. Перекопать все. Да? Перепахать. Перепахать. Но главное дело перед началом заморозков – это заготовка дров. На холодное время года супругам Рябовым нужно их 12 кубов. Четвертую часть, а именно три куба, сегодня Антонине Георгиевне и Виктору Николаевичу привезли благотворители. Мы из организации «Теплый дом» занимаемся доставкой дров населению. И вот решили помочь нуждающимся в заготовке дров на зиму. К нам в местное отделение партии «Единая Россия» обратился Лопатин Игорь с такой гражданской позиции, инициативой. У нас надвигаются морозы. Говорят, хочу кому-то помочь. Наверняка много здесь, ну, не наверняка, а у нас очень много здесь поселений и домов, которые до сих пор топятся дровами. Вот. Мы обратились в социальную службу нашего городского округа, где нам дали перечень людей, которые, ну, так сказать, более остро нуждаются в этой поддержке. И хотим, наверное, от себя и от главы округа сказать большое спасибо таким людям, которые неравнодушно относятся и в такой тяжелый период друг другу помогают. Вот. И в том числе организации «Теплый дом» хотим сказать большое спасибо за такую инициативу. Сегодня дрова в подарок получили не только супруги Рябовы, но и Дмитрий Алексеевич Воронков. Инвалид третьей группы и одиноко проживающий пенсионер. Благотворительную акцию руководители фирмы «Теплый дом» планируют продолжать и далее. Юлия Унрау, Екатерина Косевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.